Что должен уметь защитник? Легко ли играть в защите? Что надо тренировать защитнику? Смотри в этом видеоролике. Если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев. Я специализированный тренер по настольному теннису. На этом канале я делюсь секретами мастерства и как улучшить свое видение и понимание игры. А сегодня я вам представляю Сергея Иванова. Он профессиональный защитник, а также главный герой моего канала. Сергей будет рассказывать о различных шипах и о тонкостях игры защиты. Поэтому ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Защитный стиль игры в настольном теннисе очень красивый и приятно смотреть, когда человек бьется все силы, а ему с дальней зоны как будто в замедленной съемке летит мяч. И снова удар, и снова летит очень низкий мяч. На это можно смотреть бесконечно. Но так ли легко это делать? Как это выглядит на самом деле? Нет, в этом ролике я вам расскажу о требованиях к защитникам, что им необходимо уметь уже в 2022 году, чтобы быть на коне. А точнее на тигре. Чтобы результативная игра в защите вам необходима. Первое. Устойчивую нервную систему. Для игры в защите не подходит взрывной характер и желание ударить каждый мяч. Защитная игра это расчесливость и терпение. Есть такое выражение или суеверие, что защитник начинает играть только в третьей партии. И на самом деле, сколько нападающих проигрывают при счете 2-0 со счетом 2-3. Почему так? Первые две партии защитник настраивает ноги и выходы на ваши атаки, а также адаптируется под ваши вращения. И если он успел это сделать, то уже тяжело выиграть матч. Второе. Гибкость и пластика. В игре в защите высокие требования к пластике и гибкости спортсмена. Защитнику все время приходится отбивать мячи из таких положений, которые вообще трудно представить, что такие бывают. Доставать ноги и мячи в пару миллиметрах от касания пола. И потом уже успевать в контратаку и снова в защиту. Успеть обработать крученый мяч и сразу же плоский, и сделать это настолько искусно, чтобы мяч еле-еле пролетал над сеткой, а каждый запил был словно бритва. Острое отвращение. Чтобы нападающий боялся не то что ударить, а вообще отбить этот мяч. Пункт номер 3. Быстрые и сильные ноги. Защитнику очень много приходится бегать вперед-назад, вправо-влево, выпрыгивать на косые мячи. При этом он должен сидеть максимально низко, чтобы успеть обработать каждый мяч и его не завысить. Поэтому, чтобы выдержать несколько встреч, надо быть хорошо подготовленным и четко реагировать на мяч ногами. И уметь быстро переключаться с глубоких прыжков на короткий. И плюс к этому всему набору, защитнику необходимо быстро переключаться из игры в защите, в нападение и контратаку, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Мы разобрались, что нам необходимо, и твердо решили стать китайской стеной. И что нам для этого нужно? Шипы! Да такие, чтобы один раз отбил и все, сразу выиграл очко. Так дело не пойдет. Про то, какие шипы бывают, как их выбирать и на чем основывается выбор шипов смотрите в следующих роликах. Пока я расскажу, с чего проще начать осваивать защиту. И все просто. Учитесь играть деревяшкой или максимально тухлой ракеткой. Для пинг-понга, либо другие в спортивных магазинах по 100-200 рублей. Не надо вам супер-дефенс основания на первых шагах. Вам для начала надо вообще понять, как играть и управлять мечом в обороне. Чтобы затем уже перейти на накладки и шипы. Этой фанерой вы начинаете осваивать подрезки в средней и дальней зоне. И старайтесь добиться стабильного попадания в 20-30 раз. Это для начала и правой, и левой стороной. Как только вы дошли до этого уровня, соединяете защиту с двух сторон. И затем то же самое на реакцию. Это будут ваши первые тренировки в защите. После этого вы уже можете взять основания дефенс и гладкие накладки толщиной 1,5 до 1,8 мм. И учиться ими играть. Как только вы достигли определенного чувства меча и контроля. Мы настраиваем вначале одиночные атакующие удары, а затем серийные. Ведь чтобы быть на тигре в 2022, защитник обязан уметь нападать и быть, как говорится, современным защитником. Modern Defense. Подводим итоги. Чтобы стать эффективным защитником, нам необходимо. Первое. Быть спокойным, как удав. Второе. Садиться на шпагат, как Жан-Клот Ван Дамм. Третье. Бегать, как у Сейнт Боу. Четвертое. Реагировать на удары быстрее кошки. Пятое. Быть стабильным, как китайская стена. Шестое. Крутить ракетку на 360 градусов перед каждым ударом, чтобы вы сами не знали, чем отбили. Седьмое. Атаковать так, чтобы нападающий думал, что он защитник. Восьмое. Иметь в арсенале максимально сложные подачи по вращениям и направлениям. Кстати, у защитников одни из самых сложных подач. И последний пункт. Всегда клеить максимально высохшие шипы. Тогда успех вам обеспечен на долгие годы. А нападающие будут ломать ракетки от бешенства, либо падать от усталости и сдаваться. А чувство неизбежности встречают с вашей крепкой защитой и невозмутимостью. Серега. 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 Серега, ты где? Серега. Сергей, ты где взял шоколадку? Это был выпуск о защите. Что для нее необходимо и как ее тренировать. В дальнейших роликах мы будем раскрывать темы о защитном инвентаре. Как подобрать себе шипы именно под ваш стиль игры. Также вы можете задать мне свои вопросы в комментарии под этим видео. Я на них обязательно отвечу. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!